По ротам, по каких, Олег Салтовянцев? Какие комментарии, впечатления? Впечатления, которые, по тому же, самые приятные. Пускай игра не так сложилась, как нам бы этого хотелось. Если первую четверку мы начали и полностью выполнили установку тренера, а во второй четверке в серии невынужденных ошибок привели к тому, что мы ждали разбросаться игрокам Одессы. И они этим воспользовались. Но надо дать должное всем ребятам, что в третьей четверке мы собрались, показали, что мы единый коллектив, выровняли игру и смогли его консервировать. Так что хочу поблагодарить еще зрителей, что они пришли и поддержали нашу самую легкую минуту. И всем огромное спасибо. Тяжело после выночей ряды прогреша, тяжело выходить на каждую игру. И в смысле, конечно, что нужно побеждать, нужно выигрывать, нужно добиваться результата. Мы настраиваемся на каждую игру, но, опять же, наши проблемы – это мы сами. И поэтому где-то чего-то не хватает в каждой игре. Какие-то мелочи, которые потом сказываются на результат. Сегодня они тоже были. И, опять же, сегодня могла ситуация также повернуться в любой момент. Я не могу сказать, что мы сегодня сыграли намного лучше, нежели в прошлой. Мы старались и мы просто, наверное, допустили меньше ошибок, особенно во второй половине. Настрой. Насчет настроя я никому претензий не могу предъявить. Настрой был очень сумасшедший. Мы выиграли щит. Боролись на щитах. И где-то нам приносило, особенно во второй половине, приносило плоды. Мы добивались результата после подбора. Конечно, многие моменты в этом компоненте нам нужно доводить до автоматизма. И то, что выигрывать щит и за счет этого не использовать это, не набирать очки, но это будет трагедия, может быть. Что нужно еще? Довести мяч до игрока под кольцом, и он должен справиться. Тем более, сегодня мы видели, что Одесса играла легким составом. И нам нужно было использовать свой рост. Получилось. Но отчасти да. Вы знаете, как свежая кровь всегда преподносит такой элемент, как для команды соперника. Может быть, неожиданность. Для своих же игроков это больше подстегивает, больше заставляет задуматься о своем месте в составе. Вот эта свежая кровь сыграла свою роль. Если в первой игре Парвадов хорошо вошел в игру, сыграл некоторые моменты очень достойно, сегодня Буренко заставил сыграть команду, как хотят тренера. Нам нужна не то, что такая игра, нам нужна скоростная игра. Быстрый переход нам очень нужен. Саша Рябчук старается. Это, ну, опять же, у нас дефицит игроков задней линии. Конечно, мы не хватаем звезд с неба. Но те ребята, которые сейчас, на данный момент, вот приход еще новичков, еще подстегнуло. И у нас есть ротация, есть. Мы можем поддерживать этот темп. Это уже хорошо. Как будут против нас играть следующие команды, мы посмотрим. Мы показали, что в этом компоненте у нас есть запасы. И игроки задней линии уже более агрессивно начали играть, что нам очень нужно. Потому что не агрессивные игроки задней линии, это как стопор, наверное, для того, чтобы играть в нападение. Защищаться, они все стараются защищаться, выкладываются на полный. Но одно дело защиты, мы не можем забить свои мячи. Где-то сыграть умно. Умно, рационально. Но будем работать дальше. Можно чуть-чуть как-то поцелу не отходить? Уфиры не сдавал? Давайте поживем, увидим. Во всяком случае, я очень хочу, чтобы... Ну, ребята не знали, всегда знали, что никому место в составе не забронировано. Они должны стараться, должны выкладываться на тренировках. в играх. Кто может прийти? Ну, громких переходов я не обещаю. Кто-то ожидал, что, например, Паша Буренко, когда с дублеров, может оказаться здесь. Никто. Так что, это так. Ответ с намеком. Юрий Хасилев. Ваш комментарий. Очень тяжело играть после такой игры, так как очень сильно готовились. Считаю, что просто в концовке нам не повезло. Мы тщательно разбирали на предыдущих тренировках соперников. Считаю, мы повели нормально вроде начать играть после второй четверти в 2014 очков. Вот считаю, что просто Киев в концовке оказался после 10 секундок более удачливой. Была равная игра в концовке, но просто чуть-чуть больше победил. За счет этого мы выиграли два очка. Какой тяжелый игрок? Я, во-первых, хочу поздравить своего коллега Виталия Чорня с победой, с волевой победой и заслуженной победой. Потому что я считаю, что Киев выиграл заслуженно. Это мое глубокое. Второе. Не буду ни на кого валить. Конечно, игру проигрывает тренер. Но сегодня все-таки больше проиграла, если объективно говорить, больше так проиграла Одесса, чем, может быть, выиграли молодые амбициозные ребята. Хотя, еще раз говорю, они заслуженно победили. Потому что небрежное начало третьей четверти, таймалок не подъяснился. Потом где-то поймали ребята кураж, где-то не почувствовали. Игроки более опытные моей команды, что здесь звонок начал звенеть. Хотя период сказал, что ничего не закончилось. Ну и тому подтверждение. Я могу пример привести. Настрой на бодивельнике настроен на сегодня. 42 подбора, а у нас 30. Ну и бодивельника выиграли подбор. Бодивельник, наверное, посильнее бы, как хил. Где-то там эмоции остались. Где-то это. Ну, печально, что проиграли игру. И с точки зрения турнирной таблицы и всего остального. Но у нас есть большие внутри проблемы. Я о них не буду говорить. Просто говорю. Ну, думаю, что ничего тайное не становится явным. Но, я думаю, рано или поздно все равно все узнают, какие проблемы. Тренер должен управлять и иметь право управлять командой. Полная правда. Это я в этом не доходу и жду. Виталий Александрович, насколько для вас сюрпризом стал Павел Буренко? Ничего не сюрприз. Я уже нормальный парень. Единственное, что бросается в глаза, что он набирается игровой наглости. Даже не уверенности, а игровой наглости. Естественно, это такую современную трактовку. Забьют, по-моему, несколько, две или три трешки уверенные. И вовремя. Ну, все, кто забивали, это вовремя. Потому что команда выиграла. А так, в общем-то... Будем говорить о том, что сегодня бросалось в глаза. Везде, где Одесса не доработала в защите. С тем же молодец Слиповым. С тем же... В общем-то, с каждым где-то игроком. Каждый наказал. Обычно это свойственно опытная команда. То есть, это говорит о том, что команда, в общем-то, преподносит сюрприз. Да, она больше может быть сегодня сюрпризов. Но она не сдается. Работает. Растет. Молодые игроки пытаются доказать, что они на этом рынке нужны. Как и своему клубу, так и в будущем, наверное. У вас две подряд игры в Киеве. Две очень интересных для зрителей. Но, к сожалению, для вас проигранных. Может, как-то сыграть неинтересно, но выигрывать? Я думаю, что надо, наверное, все-таки сказать такую нехорошую правду. Не может тренер больше всех переживать за победу. То есть, я буду не скромным, каким угодно. Спасибо.